Вы говорите, он подстроит микрофон. Ну вот, наконец, все сложилось, я здесь, и я впервые в жизни выступаю перед преимущественно мужской аудиторией. Обычно я выступала перед варышнями или перед смешанной аудиторией, в общем-то, и тематика выступления у меня была обычно больше для девушек-фотографов, ну, иногда для девушек-видеографов. Такие, как мы знаем, тоже есть. Но я немного переживала за раскрытие сегодняшней темы, но, как оказалось, я угадала. Тема больше мужская на самом деле. Я не знала, что меня здесь ждет, но, видите, женская интуиция – великая вещь. Долго я думала, что можно за час рассказать в этом огромном информационном пространстве социальных сетей, так, чтобы это был не просто разговор про успешный успех, чтобы это было, ну, просто рассказать о том, что в социальных сетях много клиентов. Это, ну, и так, слава богу, все уже знаем, надеюсь. А чтобы это было достаточно конкретно и полезно для вас. И такая тема действительно есть, ее можно определенным образом раскрыть за час, и она будет вам действительно полезна, если вы, в целом, хотите практически внедрять информацию, полученную на форуме, и если вы, в целом, заинтересованы в том, чтобы искать клиентов в социальных сетях. Это тема автоматизации, оптимизации и работы с сервисами, которые помогают в социальных сетях не столько жить, сколько эффективно работать. Друзья, скажите, пожалуйста, а есть вот такие люди, у которых не было за все время работы ни одного клиента из социальных сетей? Поднимите руку. Ну, я вижу, вижу, что все уже достаточно опытное. А есть вот такие люди, у которых не меньше половины заказов из социальных сетей. Очень опытных тут не так уж много, хотя и есть. Когда в 2012 году мы начинали раскрывать эту тему, работу в социальных сетях, ну, в принципе, было очень тяжело донести мысль, что там есть люди, как-то не странно, есть заказы и есть деньги. Ну, вот, я вам могу сказать, что где-то с 2012 года у меня два источника клиентов. Это где-то половина – это социальные сети, преимущественно ВКонтакте. И вторая половина – это, как у большинства, сарафан. Ну, по сути, оба вида клиентов из социальных сетей, потому что сначала они приходят из социальных сетей, потом они же пообращаются или рассказывают обо мне другим. Ну, получается, какой-то коричневый водор клиентов под названием сарафан. Итак, что у нас сейчас хорошего происходит, что у нас сейчас происходит плохого? Хорошего, наверное, то, что сейчас уже во всем очевидно, что в социальных сетях клиенты есть. Это показал мнение опроса. Другая вещь, мнение очевидно, возможно, для вас, что сейчас социальные сети – это уже система, это уже наука, это уже штука достаточно сложная, в которой есть очень много своих нюансов и психологических, и технологических, ну, собственно, о технологических мы сегодня как раз и поговорим. И эту систему, ну, как ни крути, ну, хотя бы поверхностно нужно знать. Если еще в 2012 году клиентов получать было очень легко, и, по сути, надо было буквально на шажок опережать всех уважаемых конкурентов на маленький-маленький шажок, что, в общем-то, я и сделала. То есть сейчас нужно, ну, достаточно грамотно работать, достаточно профессионально, это требует времени и ресурсов. Это действительно уже отдельная наука. Когда я в 2012 году начинала рассказывать про социальные сети, я училась, ну, исходя из собственного опыта, своих наблюдений, своего шпионажа за конкурентами, в общем, все это было и самым на коленке. Теперь уже есть и интересные очень курсы, и очень интересные готовые стратегии, в общем, это, ну, мне лично это очень интересно, я сейчас слушаю один коммерческий курс по продвижению Инстаграм, то есть там такие безумные вещи, которые, ну, мне даже представить себе не могла, что это происходит. Это сейчас происходит, но, конечно, к счастью, это SMM для очень больших компаний с большими бюджетами, мы можем ограничиться чем-то более скромненьким. И плохая новость, потому что хорошая, что SMM – это уже не бесплатный источник клиентов. Ну, то есть, конечно, какие-то запросы, какие-то запросы у вас просто так будут, кому-то понравились ваши фото и видео, вам напишут, спросят, что почем, вы ответите, вас закажут. Конечно, будут такие клиенты, что называется, на шару. Но это не будет системный поток клиентов. Если говорить о системном потоке, то есть 20, 30, 40 клиентов в год, ну, то есть, по сути, полное забивание свадебного сезона, ну, может, 40 свадеб большинство из нас достаточно, да, то это уже система, и это уже, скорее всего, не бесплатно. Ну, о кое-каких суммах я поговорю, хотя, конечно, какой-то четкой суммы, сколько нужно денег занести в социальные сети, конечно, такого не существует. Какие нас ожидают сложности? Поскольку это уже система, поскольку все не так просто, то теперь социальные сети действительно отнимают много времени. Второй момент не очень приятный – это то, что хорошие рабочие фишки, они не должны быть разглашены всем. Когда их применяет, ну, какое-то энное количество конкурентов, они резко перестают работать, к сожалению. Поэтому, если вы хорошо ищете информацию в интернете, в интернете много чего полезного, интересного, совершенно бесплатного можно найти, но все-таки такие самые-самые классные вещи в открытом доступе я, по крайней мере, не находила. Потому что, действительно, когда ты рассказываешь всем, ну, все, уже считай, ни себе, ни людям. Поэтому самые-самые классные вещи, они все-таки остаются для ограниченного круга. Вот, и что еще, я уже упоминала, что, например, я сейчас тоже слушаю коммерческие курсы, покупаю много коммерческих курсов по СМР в совершенно разных областях. Недавно слушала безумно интересный курс для визажистов, как находить клиентов ВКонтакте, узнала столько всего интересного, что можно применить фотографии, что, например, ну, никогда вот именно в других курсах не слышала. Сейчас слушаю, там, ну, серьезный курс по продвижению Инстаграма для агентств. Это очень интересно, хотя всегда нужно делать поправку на нашу сферу деятельности. Какой-как камера всегда выключается. Наша сфера деятельности, в принципе, сама по себе не так уж сильно интересна этим серьезным специалистам, поэтому они ее отдельно обычно не рассматривают. Вот, и опять же, есть такая вещь, которая, к сожалению, тяжело дается нам всем, потому что мы люди очень творческие, в социальных сетях нужен системный подход. То есть, если вы раз так вот с настроением сели, начали там все постить, со всеми общаться, как-то дружить, там, размещать фотографии в пабликах, вас хватило на двое суток, то, ну, потом вы перегорели, потом вам стало скучно, но, к сожалению, социальные сети, скорее всего, работать для вас не будут. Возможно, вы даже за эти два дня успеете зацепить какой-то заказ, а может быть, даже не один, но это, опять же, не система. К сожалению, работать нужно системно, но, в общем-то, отчасти об этом и будет мое сегодняшнее выступление. Это скучно, честно вам предупреждаю, увы. Ну, это, знаете, и хорошо, почему? Потому что снижает конкуренцию. Поскольку мы все люди творческие, нетерпеливые, то, ну, вот, успех в социальных сетях достигает все около терпения немножечко больше, чем у больших. У меня, наверное, его достаточно много. Так, ну, есть хорошие новости. Думаю, вы вообще все понимаете, почему, собственно, социальные сети продают. В этом нет какого-то великого секрета. Это, вроде бы, очевидно, это важно. Социальные сети продают, потому что продажа, в общем-то, это общение. Да? Социальные сети – это прекрасная площадка как раз для общения, как раз для совершенно разноплановых коммуникаций. И в этом плане ничего не поменялось. Если вы не мизантроп, если вы любите и умеете общаться, то, как правило, какие-то клиенты у вас всегда будут. Просто на волне вот того, вот, того, как бы, той активности, которую вы можете создать. В этом плане социальные сети, кстати, на поводу, это основная женская аудитория по статистике. Все, особенно Инстаграм. И, как правило, женщины больше любят общаться, поэтому, как правило, они несколько более успешных в социальных сетях. Я, кстати, знаю некоторых молодых людей, которые поручают продвижение в социальных сетях своим супругам. Потому что девушек, как правило, получается лучше, им это доставляет больше искреннего удовольствия. Если у вас такой вариант есть, подумайте об этом, это может сработать. Да. И это довольно-таки скучно, но, в принципе, есть довольно много сервисов, которые помогают эту рутину, эти повторяющиеся операции сильно автоматизировать. Полностью вы от этого не избавитесь, но можно очень-очень сильно облегчить себе жизнь. Тем более, что сейчас я считаю, что фотограф и видеограф должны продвигаться как минимум в двух социальных сетях. Ну и рискну предположить, что для Киева это, пожалуй, будет ВКонтакте и Инстаграм. А для регионов, возможно, Одноклассники и Инстаграм. Вариант Фейсбука, ну, тут такой спорный вопрос. Мне лично доходность от Фейсбука, как социальной сети, всегда казалось сильно преувеличенной. И у меня есть определенная статистика, которую я не хочу вас нагружать ввиду регламента, которая говорит о том, что слухи о богатых клиентах из Фейсбука несколько преувеличены. Но если вы чувствуете, что у вас там все хорошо, то, возможно, Фейсбука, Инстаграм, поверьте, что это было. Итак, собственно, сервисы. Их существует огромное количество. И, в принципе, разобраться в них – это уже большая работа. Часть работы я за вас сделала. Почему-то я была бы очень счастлива, если бы кто-то сделал эту работу в свое время за меня. Но вот пришлось… Ну, это было, в конце концов, достаточно познавательно. Типы, в целом, сервисов, которые помогают облегчить нашу и без того тяжелую жизнь. Это сервисы автопостинга и кросспостинга. Кросспостинг – это когда вы одновременно постите в несколько социальных сетей. Например, в «Одноклассники», «Фейсбук» и «ВКонтакте». Собиратели контента. Думаю, все мы понимаем, что социальные сети, в любом случае, живут контентом каким-то интересненьким. Мы сами, когда сидим в социальных сетях, что мы ищем? Мы ищем интересный контент. Ну, сразу предполагая вопрос, вы скажете, ну, зачем нам контент? Мы с вами такой контент нас создаем. Просто зашибись. У нас прекрасные фотографии, у нас потрясающее видео. То есть, зачем нам искать контент? Я вам могу сказать, зачем это может пригодиться. Во-первых, вы можете ввести, например, тематическое сообщество. Какое-то интересное, куда вы собираете аудиторию, чтобы впоследствии есть чего-нибудь продать. Тогда, пожалуй, вашего контента будет недостаточно. Второй момент. Часто мы ищем какой-то материал, который может быть полезен вашим невестам. Какие-то советы, какие-то, возможно, какой-то тематический юмор. Очень богатый, кстати, на свадебную тематику. Тематический юмор, который тоже неплохо было бы иметь под рукой и тратить полжизни на его поиск тоже как-то неохота, наверное. А, конечно, если что, такая тоже, такая сурговая пацанская тема, как аналитика. Мужчины обычно любят цифры, смотреть, что там больше, что успешнее и так далее. И, конечно же, разливка. А также все прочие сервисы на какую угодно тему. Есть очень-очень интересные, есть просто веселые, есть полезные. Итак, автопостинг и кросспостинг. Вообще, понимаете, что такое автопостинг и зачем им нужен? Это когда вы, например, лежите на пляже себе, отдыхаете, пьете пинаколаду, а у вас в это время в социальных сетях постятся какие-то интересные публикации. Свежее свадебное видео, принимаю заказы на фотосъемку. То есть все это происходит без вашего вмешательства здесь и сейчас. Это называется автопостинг. Система автопостинга есть в ВКонтакте, есть в Фейсбуке, есть даже в Одноклассниках. Как я, правда, никогда не пробовала, но теоретически она там есть. И, в общем-то, это как бы и неплохо было бы, но у всех этих систем есть свои недостатки. Поэтому существуют сторонние сервисы, которые пытаются эту работу сделать за вас. Ну, конечно, вам самим надо будет чего-то там напостить, но, по крайней мере, это можно сделать раз в месяц, а потом отдыхать на пляже. Ну, или снимать зубы. Что тут нужно знать? К сожалению, я не нашла ни одного идеального инструмента, идеального сервиса, который я сказала бы, что вот это вот самое лучшее, а про все остальное забудете. Собственно, поэтому здесь я буду обозревать наибольшее количество сервисов. Второй момент очень для меня принципиальный. Многие хорошие зарубежные сервисы не работают в ВКонтакте. Это, увы, я, в принципе, такие я для себя практически отметала. Если для вас ВКонтакте не важен, можете искать разные зарубежные сервисы. К сожалению, не все сервисы поддерживают такой мультимедийный постинг, так чтобы и видео, и фоточки, что текст распостить легко, а вот какую-то графическую информацию с этим у многих сервисов, к сожалению, проблема. Не знаю, почему еще не сделали какой-то один такой крутой идеальный сервис, но, возможно, если здесь есть программист, ему есть чем заняться. Думаю, такой сервис будет пользоваться большим спросом. Он ликует. Это важный сервис для автопостинга в Инстаграм. То есть, как мы знаем, в Инстаграм нет такой функции встроенной, но тоже иногда помогает. Конечно, речь идет не о фоточках, сделанных на телефон, а, например, для коммерческого аккаунта, о каких-то профессиональных фотографиях, которые вы можете сразу запланировать на месяц вперед. И, допустим, раз в день у вас выводит какой-то классный снимок с вашим телефоном, с вашим адресом сайта, с волшебной фразой принимая заказы на фотосъемки и так далее. В один раз поработаю. Кто? Не слышал? Видал, видал. Ну, 15-секундное видео, или, по-моему, даже уже 30-секундное, можно создавать в Инстаграм, и, по-моему, он видео тоже постит. Да, которое, ну, в формате подходящий для Инстаграма, я честно скажу, мои способности снимать видео, любой, включая Инстаграм, они настолько, ну, неразвитые, что про видео, к сожалению, я могу рассуждать только чисто теоретически, но, по-моему, да, должен постить и видео. Онлипульт – это мощный сервис, надежно его используют агентства, у которых большой, большой объем каких-то заказов, большой объем работы с контентом, в общем-то, он пользуется хорошей репутацией. Единственное, что лично мне не очень нравится, ну, тут вопрос, дорого или дешево, знаете, он очень относителен. Возможно, для одного человека это дешево, для студии, для одного человека, возможно, это дороговато, для студии это может быть совершенно дешево и доступно. Я, кстати, выбирала еще и по цене сервисы, потому что сервисы, которые стоят 250 долларов в месяц, понятно, что они для больших корпораций предназначены, нам они как бы не интересны. Ну, вот, например, здесь есть 3 аккаунта 12 долларов. Лично для меня это немножко дорогопадо. Было бы там хотя бы 10 аккаунтов за 12 долларов, это было бы круто. Ну, может быть, они со временем и пересмотрят свою ценовую политику, потому что 3 аккаунта можно как-то и в браузере совмещать. Но в любом случае цены достаточно приемные. Вот, видите, маловато чуть-чуть аккаунтов, потому что, я могу сказать, у меня в самой 4 аккаунта Инстаграма, вот, два они у меня уже вполне успешно коммерческие, два они у меня как подрастающие. Ну, вот, я знаю, что это такое, какой-то головняк, вот, переключаться с аккаунта на аккаунт, и, в принципе, сама очень долго искала сервис, который позволяет переключать аккаунт. Вот, это такой сервис есть, это другой сервис, я о нем еще расскажу. Вот, это прекрасный сервис. Вот, рекомендую вам, если вы из всего моего выступления можете дополнить что-то одно, вот, рекомендую этот сервис. Это действительно то, что может сильно облегчить жизнь. Здесь есть и автопостинг в Одноклассники, и автопостинг тоже в Инстаграм. Вот. И, к сожалению, не поддерживать кросс-постинг. Нельзя так, чтобы в Инстаграме сразу везде. Вот это вот, да, это большая проблема, может быть, они ее исправят. Если им коллективно начать высаживать, что такая функция нужна, может быть, они на нее и прореагируют. Что в этой штуке хорошо? Она, по сути, бесплатная. Да, у нее есть сто цена вопроса, но вам при регистрации дается 50 халявных постов в месяц. Если вы вступаете в их группу ВКонтакте, вам дается еще 50 постов. Не просто 50 постов, а 50 постов в месяц. Если вы вступаете, подписываетесь на страницу в Facebook, вам тоже 50 постов в месяц, считай, ни за что. Или 25. Ну, короче говоря, в целом вам около 100 постов в месяц дается бесплатно. То есть, вот. А 100 постов в месяц, в принципе, для человека такого умеренно активного в социальных сетях, этого вполне хватит и на Инстаграм, там раз в день что-то запостить, да, и, допустим, на Одноклассники, и на, тем более всего, этот Инстаграм еще автоматически настроен. Ну, не знаю, что-то насчет кроспостинга, по-моему, он не очень там работает, надо потестировать. Ну, в общем, в целом, можно использовать бесплатно. Для бедных студентов, для начинающих, потом, как видеографа, очень удобный ресурс. Я прохожу, а можно точно этого речь? Еще? Просто пост. Инфакция, когда мы постами на Одноклассники, и идут автоматично ссылки, и кого на том, что на ничьи. Не совсем, не ссылки, а полностью перепост контента. Ну, как пример, вот вы, если вы настроили Инстаграм, у вас любая публикация в Инстаграм может быть запощена в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, если есть особое желание еще в паре каких-то социальных сетей, где они зарегистрировали. То есть, точно такая же, с таким же текстом, с такими же тегами, с такой же фотографией. Там, да, там есть ссылка, но такая какая-то специфическая, очень, в принципе, она сильно никому не мешает. Вот. И по ней никто, кстати, особо не переходит, к сожалению. Вот. У нас же еще один сервис, неплохой, дешевый. Вот он вроде как бы поддерживает кросс-постинг, я о нем узнала недавно, вот как раз в ходе подготовки к этому выступлению, еще не тестировала, но вот как раз это, по-моему, единственный, который, по идее, должен поддерживать сразу постинг одного, и того же контента в несколько социальных сетей. То есть, если вы хотите, кстати, принимая заказы на фотосъемке, чтобы сразу и в Фейсбуке принимать заказы, и в Одноклассниках, и во ВКонтакте, вот, 350 рублей в месяц. Принимает оплату в любой валюте, в общем-то, очень демократичная цена. Но я его в первую очередь сейчас потестю. Вот этот сервис тоже, он обещает быть бесплатным. Какие-то очень добрые люди его создали. Немножко неудобный в использовании, вы даже сейчас можете видеть, то есть, как бы не очень читабельный шрифт, ну, функционал такой специфический. Там он действительно бесплатный, но за 500 рублей в месяц вы получите возможность постить в Однокласснике. Видите, 500 рублей, не знаю, почему именно. Вот так у него все устроено, вот ВКонтакте, Фейсбуке можно бесплатно постить. Вот. И вот этот замечательный ресурс, тоже не так давно его нашла, вот он как раз позволяет переключаться между аккаунтами в Инстаграм, например, между моими там замечательными тремя аккаунтами можно переключаться. Я вот как-то поленилась зайти в один из аккаунтов, ну, как бы социальные сети действительно немножко утомляют, поленюсь, как только комментариев, запросов, что почем, месячные давности. Так, как вы сейчас? Да, конечно. Тэгман. Фидман. Вы расскажете, как правильно, вот, смотрите, с Инстаграма, там есть автоматический постинг, вы знаете, да? Ну, вот я заметил, я когда, например, в Фейсбук у меня падает запись Инстаграмовая с набором тегов, но он как будто бы не индексирует эти теги, то есть я потом проверяю даже этот тег, он не находит в мою Инстаграм записи. Знаете, я бы чуть по-другому поставила вопрос, я не рекомендую в первом посте в Инстаграм там ставить большое количество тегов. Я ставлю немного, я в любом случае просто хочу проконтролировать, грубо говоря, подтянули Фейсбук. Это же вообще одна контора, да? Одна контора. То есть я потом этот же тег, у меня пост появился в Фейсбуке, да? Я этот же тег, который вот в этом посте из Инстаграма вбиваю, он не находит. Это, может, просто какое-то время должно пройти, чтобы он проиндексировал. Знаете, я такой тест никогда не проводила, потому что я вообще стараюсь как бы по минимуму грузить людей тегами, это по статистики одна из тех вещей, которые больше всего весят пользователи. Они не помогают, что с любым телефоном. Они, несмотря на чему они должны помочь, понимаете? Поиск, поиск. Во-первых, тегов сейчас очень много, и теги ставят к чему угодно. Вы пробуете, например, помониторить какой-нибудь такой, вполне конкретный тег, например, Киев там, вообще что угодно найдете. И это, естественно, людей весят. То есть они перестали носить функцию информационную, и, кроме того, ну, действительно, это неэстетично смотрится, особенно когда ставят такой голос у тегов. Это сразу вот резкое такое желание отписаться возникает, неудержимое. Поэтому, в принципе, я вообще рекомендую заинтересовывать людей именно контентом, общением, такими обычными вот коммуникационными штуками. Это вещь, которая никогда не умрет, и которая всегда будет вас продавать в прямом и в переносном смысле слова. Вот чем вот какими-то такими штуками, как теги и так далее. Ну, кстати, очень многие агентства сейчас отказываются от продвижения тегов. Они единственное, что ставят какие-то специфические теги, например, конкретно этого магазина, конкретно этого, там, не знаю, этой известной личности, которую продвигают авторские, вот как некую пометку. А от каких-то популярных тегов, тем более, боже упаси, там, like for like или там follow me уже давно отказались. Вот этот замечательный ресурс, не рискну прочитать, у меня еще плохое произношение, он как раз позволяет мониторить несколько аккаунтов в Инстаграм. Те, кто, ну, думаю, мало кто из вас еще пытался так вот серьезно строить рекламные кампании, как-то разветвлять свою аудиторию по интересам, но если вы попробуете, вы поймете, как это важно быстро отследить, потому что, ну, в отличие от, например, ну, несколько аккаунтов в Инстаграм, это довольно хлопотно переключать каждый раз телефон. У меня, например, есть вот два таких достаточно успешных аккаунта. Один, вроде как, мой личный, хотя он, скорее, больше рабочий, чем личный. Второй – это аккаунт наших фото-проектов. То есть мы стараемся на фото-проекты собирать, такую, преимущественно киевскую аудиторию, ну, а на свою личную собираю уже аудиторию, можно сказать, со всего СНГ. И нужно как бы мониторить и то, и другое, и постить и то, и другое. Это достаточно хлопотно. Вот сейчас нашла замечательный сервис, думаю, он мне сильно поможет. Ну, вы, наверное, уже почувствовали, что вот сервисы автопостинга, они в какой-то степени, там практически у каждого, в каждом сервисе есть еще и аналитика. То есть вот сервисы как бы перетекают друг у друга по функциям. То есть есть обычно просто вот постинг, так, чтобы был просто постинг, наверное, нигде нет. Здесь какая-то аналитика по вашим там лайкам, подпискам и так далее. По поводу собирателей контента, которые тоже, эта штука полезная, есть два типа ресурсов. Первый – это, собственно, находить интересный контент и как-то вот его структурировать, чтобы с ним было удобно работать. И второе – это аналитика, которой тоже надо, в принципе, уметь пользоваться. Хотя обычно аналитика всегда скорее расстраивает. Всегда правду иногда лучше не знать. Значит, вот это очень хорошее ресурс. Я сама им лично никогда не пользовалась, но у нас есть специально обученный человек, который использует этот ресурс для дополнения нашей группы. То есть он находит контент, находит всякие… У нас есть группа для фотографов, называется Lightroom Photoshop обучение обработки, в которую у нас каждый день выходит несколько постов. Этот человек, он находит контент, какой-то юмор, какие-то интересные демотиваторы для фотографов, интересные работы там фотографов с мировыми именами, видеоуроки, он все это находит и использует с помощью этого сервиса. Зачем он хороший? Ну как вот вообще, грубо говоря, украсть контент из другой группы, например, какой-то пост с картинками? Да надо зайти в эту группу, скопировать все картинки, так чтобы еще запомнить, к чему они относятся. Скопировать текст, зайти в свою группу, ставить текст, крепить картинки. В общем, уже не хочется ничем заниматься, в принципе. SMM Box позволяет в варианте одного окна просто как бы перетягивать из нужного вам паблика информацию в ваш паблик. При этом вы можете перетянуть не все картинки. Можете так... Конечно. Ребят, вот там в приемной комиссии начинается вебинар по монтажу премьере. Кто хотел? Это не значит, что весь зал убежал. Это просто те, кто спрашивал меня об этом. Премьера, это серьезно, да. Мне сказали, что мы идем в праздник. Это она сейчас, где-то мы, она сделала свой выбор. Она, знаешь, она делала в чизнь. Продолжение следует...